Сегодня диплом о высшем образовании получили будущие муниципальные служащие. Поздравить выпускников Чебоксарский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы приехал и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Подробности в следующем сюжете. В этих аудиториях гранит науки грызли большинство нынешних сотрудников муниципальных администраций и членов правительства региона. Прежде чем вручить дипломы, глава республики посмотрел, как в Академии налажен учебный процесс. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Это вот наша библиотека. Фонд Академической библиотеки насчитывает более 45 тысяч экземпляров. Здесь выставляют и труды выпускников. В этом году в Академии опубликовали книгу научных исследований участников ежегодной конференции РАНХИКС. А где интересовывает? А там потому что все наши ведущие специалисты и поэтому они востребованы и тему здесь. Студентам Академии прекрасно известно, насколько высоко в их профессии ценится спортивная подготовка. Крепость тела позволяет выдерживать большие умственные нагрузки. Недавно в УЗИ создали и команду по волейболу. Будете здоровыми, энергичными, сильными, божественными гражданами России. Сегодня в УЗИ вручили дипломы 80 выпускникам. Большинство из них получили специальность государственных и муниципальных управленцев. Глава республики заметил, что спрос на молодые кадры растет с каждым годом. Все, что требуется от выпускников – активнее участвовать в конкурсах на замещение должностей. Кто на самом деле имеет соответствующие знания, навыки, профессиональные качества, бояться не надо. Соответственно, у нас здесь и молодые министры. Аврелькин у нас самый молодой министр. Он имеет ученую степень. Государство тратило и тратило огромные средства для того, чтобы молодых людей по призыванию, по желанию, подготовить, для того, чтобы занимались и реальным секторами экономики, для того, чтобы занимались государственным и муниципальным управлением. По-другому говоря, мы менеджеры государственного и муниципального управления. Выпускники и управленцы всегда готовы к открытому диалогу, пользуясь случаем. Валерия Владимирова попросила Михаила Игнатьева поддержать новый проект. Сегодня на базе нашей академии реализуется проект ЕЛАП, цель которого является популяризацией чувашских орнаментов. Хотелось бы расширить рамки реализации нашего проекта. Напечатаем, наносим животных из мифологии непосредственно чувашского народа. Также символы орнаментов чувашского народа составляем композицию, чтобы это было носибельно. Есть у нас предприниматели, которые занимаются благотворительностью и окажут вам содействие. Вручая дипломы, Михаил Игнатьев пожелал каждому выпускнику скорейшего трудоустройства. С таким документом для молодых людей открываются многие дороги. В ответном слове вчерашние студенты пообещали стать высококлассными специалистами. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.